Мы, будущие курсанты в пути, еще в военкомате нам объявили, что едем в Туркмению. Добираться туда надо через Петропавловск, Омск, Новосибирск, Барнаул, потом снова проезжать через города Казахстана, Семипалатинск, Алматы, Жамбыл, Шымкент. Такое петление было вынужденным. В то время прямого железнодорожного сообщения между севером и юком Казахстана не было. Много было новых впечатлений, но пуще всего поразила пустыня, особенно на последнем участке пути между Чаджоу и Байрам-Али. Воздух раскален так, что горячо в легких. Мой земляк Макенбек Магомбетов спрашивает. Интересно, какая температура? Минус 10, говорю я. Все, кто услышал мой ответ, смеются, шутят. Кожушок бы сюда, а в баньке не хочешь попариться? Кроме Макена и Орымбая Кошакова, я хорошо знаком с Генкой Никитиным и Николаем Берниковым из Алексеевки. Держимся вместе. Жаль, что другие земляки не прошли медицинскую комиссию и в училище по состоянию здоровья не были направлены. Николай Соболев, Илья Колебаев, Григорий Мовчан отправлены на Запад. Сначала мы ехали в одном составе, но в Петропавловске распростились. Договорились встретиться в Трудовом после войны. Когда вернемся, с победой. В поезде с жадностью следили за сфотками Софинформбюро. Они были неутешительными. Закончилась героическая, восьмимесячная оборона Севастополя. Фашисты прорвали нашу оборону на оборонежском направлении и вышли к Дону. Брак ожесточенно рвался к Волге. Изнуренные жарой и ожиданием, мы в начале сентября прибыли в военный городок Первого Туркестанского пулеметного училища. Неровным строем прошли километров пять и сразу же принялись за дело. Как говорится, попали с корабля на бал. Здесь вовсю велись работы по благоустройству казарм учебных классов территории. Продолжение следует...